Всем огромный привет! С вами Лиза Трифскит и добро пожаловать на мой канал! Наверное, лучше поздно, чем никогда, но в этом году я немножко припоздала с подобным видео. Я хотела бы подвести итоги года и поставить цели на Новый год. Дело в том, что у нас тут все завертелось, закрутилось. Новый год мы отпраздновали с моим братом в Австрии, где он сейчас живет, совсем в небольшом таком городке, деревушке, недалеко от Линса относительно. Собственно, приехали мы 1 января ночью, и Хосе, к сожалению, заболел, и болел он достаточно долго. В этот раз он слег с простудой на большое количество времени, поэтому моя жизнь превратилась в работу, которой стало очень много, прямо со 2 января, и, конечно же, быт. Поэтому не было возможности сесть, анализировать прошлый год и поставить цели на следующий год. Допустим, полчаса для съемки видео-то было, а вот не было возможности как-то порефлексировать, понять, что я хочу, чего я хочу добиться в этом году, и записать это в свои заметки, как всегда, традиционно. Хотела бы добавить, наверное, про то, что я надеюсь, что вы хорошо отпраздновали Новый год, и надеюсь, что у вас в этом году все будет хорошо, и этот год будет лучше, чем предыдущий. Я так каждый год говорю, но надеюсь, что это будет действительно так. Даже если у кого-то был сложный год, я надеюсь, что этот год будет попроще, и у вас будет все хорошо. Ну что, начнем с целей на прошлый год. Я поставила себе такие плюсики и минусики напротив целей, которых я не добилась, и таких, которых я добилась. Поэтому начнем с первого. Посетить 5 новых стран. Хотела бы побывать в ЮА, Намибии, Аргентине, Бразилии, Урагуае, Иране, Пакистане, на Филиппинах, в Канаде и Австралии. 5 новых стран я действительно посетила, но из этого списка мне удалось побывать... В этом списке не 5 стран, больше 5, но просто это был такой, собственно, перечень стран, которые я хотела бы посетить, и, собственно, 5 любых стран новых для меня я, конечно, посетила. Из этого списка это были только ЮАР, Аргентина, Бразилия, Филиппины. Мне не удалось побывать во всех остальных. Следующее — это улучши питание, спросите еще 34 килограмма. К сожалению, я не только этой цели не добилась, но еще умудрилась набрать вес. К сожалению, для меня это было очень и очень печально. Я взвесилась впервые после долгого времени в Бразилии, ужаснулась, посмотрев на весы, и приняла решение, что нужно что-то менять, и нужно менять именно образ жизни, а не садиться постоянно на какие-то диеты. И в этом году я постараюсь предпринимать больше шагов по поддержанию хорошего для себя, комфортного для себя веса. Ведь вес может быть комфортным не как физиологически, но и также морально. И, допустим, если выгляжу я неплохо, но мне все равно морально тяжело с таким весом, я не хочу его принимать, и я не хочу видеть себя именно с таким весом, поэтому для меня это важно, чтобы оставаться спокойной. Следующий момент — регулярно ходить на спорт 3-4 раза в неделю. В принципе, практически каждую неделю я ходила на спорт как минимум 3 раза. Некоторые недели я даже ходила 4 раза. Конечно, за исключением тех недель, которые мы путешествовали, проводили за пределами Великобритании. Я стандартно ходила на спорт. У меня был абонемент на пилатес на 2 раза в неделю, и на выходных я также еще куда-то ходила на спорт. Так что спорта было много, но вот, как видите, несмотря на это, я умудрилась достаточно много веса набрать. Из этого я сделала вывод о том, что пилатес, наверное, не самая лучшая для меня тренировка, потому что мышцы у меня, конечно, были в тонусе, особенно мышцы, например, как они здесь называются, корр, мышцы пресса. Ну, собственно, вес у меня не только не снижался, он у меня еще и увеличивался, то есть жир они не сбрасывали, и мне, к сожалению, нужна кардионагрузка. Следующий момент — это пройти 75 Hard Challenge. Напомню вам, что 75 Hard — это такой челлендж, где вы 75 дней пытаетесь каждый день 2 раза в день заниматься спортом, читать книжки, ходить на прогулки, хорошо питаться. Собственно, много всего такого — это именно временный челлендж, то есть больше 75 дней его не нужно держать, потому что его сложно поддерживать. Вообще, фактически, проходит отказ от путешествия, отказ от... Потому что в путешествии сложно поддерживать такой ритм. Ну, естественно, я его не даже начала делать. Наверное, мой мозг не был настроен на то, что я это действительно буду делать. Следующий момент, следующая цель была прочитать 25 книг, и я действительно прочитала 25 книг. Не могу сказать, что все эти 25 книг — это классика и прям суперлитература для саморазвития. Нет, в основном это какие-то забавные, веселые книжки, интересные книжки. Конечно, это скорее больше для развлечения, чем саморазвитие. Следующий момент. Я очень горжусь этим. Я сдала на права со второго раза, но я сдала на них, и поэтому у меня просто гора с плеч. У меня есть британские права, и теперь нужно только чуть почаще водить машину. Следующий момент — получить гражданство. В Великобритании я его тоже получила. Для меня это была просто огромная радость. В июле я получила гражданство, и с тех пор моя жизнь изменилась в лучшую сторону, в плане того, что въезжать в Великобританию стало очень и очень легко, а также путешествовать по миру стало тоже намного легче. Следующий момент — это был съездить в отпуск всей семьёй. Я ставила действительно такую цель, и мы съездили не всей семьёй, то есть мой брат и его семья, к сожалению, не смогли к нам присоединиться, но мы съездили с Хосе, с моими родителями, и с мамой Хосе. И я всё равно засчитала себе эту цель, потому что её сложно было организовать. Мы ездили все вместе в Турцию, и там впервые познакомились наши родители. То есть мои родители не были знакомы с мамой Хосе, несмотря на то, что мы с Хосе семь лет женаты, и ещё до этого почти больше полутора лет встречались. Следующий момент — я ставила себе цель узнать больше о ресторанном бизнесе. Я ничего не сделала для её достижений, поэтому я ставлю себе огромный жирный минус. Следующий момент — купить новую сумку в свою коллекцию. Мне в тот момент очень нравилась сумка Céline Triomphe. Потом она мне почему-то разонравилась, когда я её увидела вживую, потрогала, посмотрела, посмотрела на сцену, подумала, посмотрела на свои наряды, то, как я одеваюсь, и поняла, что она мне, наверное, не нужна. Я купила несколько других сумок, но не купила Céline Triomphe. Поэтому я поставлю себе жирный минус, просто потому что я именно сказала себе, что я куплю именно вот эту сумку. Следующий момент — я очень хотела пройти официальное определение своего цвета типа, чтобы понять, какие цвета мне подходят и в какие цвета мне стоит одеваться. Я прошла, я обещала снять видео на эту тему, но как-то руки не доходили, поэтому, наверное, как-нибудь сниму. Следующий важный момент был сделать операцию на вены. У меня, к сожалению, было варикозное расширение вен на обеих ногах, поэтому мне сделали операцию на две ноги по страховке. Мне даже не пришлось ничего платить, поэтому большой жирный плюс. И последние две цели тоже получили плюсики от меня — это получить повышение на работе, стать Senior Manager. Я поставила себе такую цель 1 января, а буквально через 10 дней мне объявили, что мне дают повышение, и я действительно стану Senior Manager. То есть это была цель, которую я достигла быстрее всего. И, конечно же, последняя цель — это улучшить навыки Small Talk. И я действительно их немножечко улучшила, но я бы сказала, что есть куда расти. И точно стоит ещё и ещё и ещё работать над этим навыком. Ну а теперь цели на этот код. Целей много, поэтому я их разбила даже по специальным категориям. Постаралась поставить более какие-то реалистичные и менее абстрактные цели, чтобы их было легче достигнуть. Если кто-то из вас работает в IT, сделать себе roadmap на каждый квартал, работаем над достижением конкретных целей. Вот этот список, да, как я уже сказала, он побольше. Я постараюсь очень быстренько пробежаться по этим целям. Собственно, я себе сделала вот такой вот vision board, чтобы смотреть на эти цели, чтобы постоянно себе напоминать и что-то делать для их достижения. Это, естественно, не все цели, это скорее такие самые важные и такие большие категории. Собственно, я сделаю, как уже сказала, себе заставку и буду постоянно на это смотреть. Надеюсь, что это поможет. Ну что, первая категория, самая важная, наверное, это здоровье. Собственно, первый момент – это поработать с нутрициологом и понять, какое питание подходит мне и поможет мне в решении некоторых проблем в плане здоровья. Второе – это избавление от вредных привычек, хотя бы немножечко сладкое. Например, не есть так часто, начать хотя бы с двух дней в неделю, потом перейти на три дня в неделю вообще без какого-либо сладкого. Это достижимая цель, как мне кажется. Мне нужно сделать себе такой настоящий трекер и просто смотреть, что да, вот в этот день я могу есть, в этот день я не могу есть и придерживаться данного питания, потому что мне кажется, это очень важно для здоровья, потому что всё сладкое и сахар – это вообще плохо. Следующее – я бы хотела бы как-то хоть немножко модифицировать своё питание, чтобы перейти на такую противовоспалительную средиземноморскую диету. Хотя бы не строго придерживаться этой диеты, но хотя бы как-то внести некоторые элементы этой диеты в своё питание. Я надеюсь, что нациолог мне тоже в этом поможет и поможет составить какие-то рецептики, которые мне будет легко готовить. Можно будет приготовить большую порцию, которую можно будет есть 2-3 дня, чтобы не готовить каждый день. Следующий момент со здоровьем – это вылечить моё колено. Моё колено – это большая боль, оно меня постоянно беспокоит, болит. Но я не знаю, почему мне никак не добиться приёма врача. Великобритания меня постоянно направляет к физиотерапевту, и у меня постоянно что-то случается, что мне не позволяет прийти к этому физиотерапевту. Следующий момент – нормализовать вес. Коснулась этого немножечко в предыдущих, собственно, в анализе целей на прошлый год. Я хочу достичь своего комфортного веса, который комфортный для меня морально. То есть я не ставлю себе какие-то недостижимые цели, потому что если я скажу себе похудеть на 20 кг, я знаю, что этого никогда не произойдёт. Я не знаю, никогда в своей жизни, ну то есть мне не удавалось этого сделать, просто никак. Мой комфортный вес, мне кажется, как минимум на 5-6 кг меньше, чем тот вес, который у меня сейчас. Поэтому я хочу просто как-то медленно изменить свой образ жизни так, чтобы вес просто действительно сам нормализуется, без каких-то вставаний на весы постоянных, измерений объёма, не знаю, талии, бёдер и прочих вещей. То есть без всего того, что гонять меня в стресс и в какую-то гонку невозможную. Я также хочу постоянно как минимум спать по 8 часов в день. Мне кажется, это очень важно. И также сдать анализы на витамины, потому что мне кажется, у меня есть какие-то, как здесь называется, vitamin deficiencies, то есть какой-то недостаток каких-то показателей, каких-то витаминов, потому что последние 2 месяца я чувствую просто жуткую усталость. Мне действительно нужно знать анализы и посмотреть, в чём уже проблема. Желательно попить всяких витаминчиков и минералов, всяких добавок, чтобы от этого, чтобы как-то улучшить своё именно самочувствие. Следующие цели у меня связаны с досугом. Это следующая категория. А, я хочу больше времени проводить на природе. Мне кажется, мне нужно немножко модифицировать эту цель и сделать её более конкретной. Но мне нравится. Я поняла за последние несколько месяцев, особенно когда провела время, проводила время в горах, я поняла, что мне очень нравится быть в горах. И в Англии, конечно, гор таких настоящих нет. Но всё равно можно найти какие-то холмики и как-то больше времени проводить на природе. Это важно. Важно не терять свою связь с природой, особенно когда живёшь в огромном городе. Хочу дальше делать вылазки раз в месяц в путешествия. Эти путешествия могут быть как по Великобритании, так и по Европе, и за пределами Европы. Но я не буду себя прям гонять и говорить, что раз в неделю... Ой, то есть раз в месяц я должна поехать за рубеж в Европу. Просто как по часам. Нет. Можно вполне месяц пропустить, провести эти какие-то выходные на территории Великобритании. Хочу посетить три новых страны для себя. То есть в любом случае, наверное, удастся посетить больше, чем три страны за этот год, но три новые страны. Я хочу посетить Азербайджан обязательно. Никогда там не была, но очень хочу побывать. Австралию и Канаду. В Канаде у меня живёт подружка, поэтому хотелось бы съездить её навестить. В Астралии живёт моя бывшая начальница, которая меня тоже приглашает. Говорит, давай-давай, приезжай, нужно с тобой встретиться. И в Азербайджане у меня тоже есть приятельницы и знакомые, с которыми мы учились в Ведербургском университете. Так что очень хотелось бы посетить и также с ними встретиться. Также интересная цель для меня. Я бы хотела работу как-то немножко отодвинуть на второй план и больше заняться именно здоровьем, саморазвитием. Не то, чтобы я не буду работать так же много, как я работала в этом году, но я и хочу не думать о работе 24 часа в сутки. Я действительно очень много работала, очень много на себя взяла и даже получила награду в конце прошлого года. У нас 6 человек в компании наградили по разным номинациям. Я взяла себе номинацию как бы в разделе взять на себя много работы и эту работу сделать. То есть мне подарили ваучер на 500 фунтов. Я купила себе кашмировый шарфик из Louis Vuitton. То есть сделала себе такой подарочек на Рождество. Это было, конечно, очень приятно, но в этом году я всё же хочу посвятить немножечко времени себе и как-то немножечко сделать такой дисконнект от работы. По крайней мере, не думать о ней 24 часа в сутки и как-то вспомнить про то, что у меня всё-таки есть жизнь и вне работы. Потому что такого не было в прошлом году. В прошлом году работа вышла на первый план, а всё остальное вышло на второй план. Следующий момент. Я очень хочу минимизировать прокрастинацию, потому что я, естественно, так устаю после работы, что я сижу, сажусь, смотрю ТикТок пару часов, а потом уже в какой-то момент пора идти спать. Так я ничего полезного и не сделала. В этом году я хочу всё-таки отказаться от этой практики. Я надеюсь, что нормализация моих витаминов мне это поможет, мне станет больше энергии. Я не буду просто лежать как овощи, смотреть бездумно на всякие видео. И следующий момент. Я хочу правильно заняться, правильной организацией пространства, того пространства, которое у нас сейчас есть. Постоянно кажется, что у нас мало места, но я думаю, что места не так уж мало, потому что дом площадью, по-моему, 75 квадратных метров. Это жилая площадь. Плюс у нас есть ещё чердак 9 квадратных метров. Я уверена, что это всё можно организовать так, что у нас всё поместится, и всё можно будет удобно достать, найти. Но просто этим нужно заняться, и я этим не занималась. Следующий момент. Это блог-блогинг. Тут у меня мало целей, но просто потому, что я знаю, что сейчас на блог не очень хватает времени, но мне кажется, цели в этот раз достижимы. Я хочу снимать больше короткого видеоконтента, как минимум одно короткое вот этот YouTube Short в неделю на свой англоязычный канал. Я хочу вырастить именно англоязычный канал до 15 тысяч подписчиков. Четыре личных видео за год. Это такие видео о том, что, собственно, мои любимые страны, мои советы по путешествию, что там get to know me, что-то в таком плане на английском канале. Кстати, если вы не знаете, не видели мой англоязычный канал, я оставлю ссылку в закреплённом комментарии в описании этого видео и также на экране. Вы можете найти этот канал. Если вы подпишетесь, мне это немножечко тоже поможет достичь этой цели. И 30 минут в каждый день я хочу трассить на написание контента для своего именно блога. Следующий момент — это деньги. В плане денег я поставила себе всего лишь две цели. Первая цель — это инвестировать по 150 фунтов каждый месяц. И вторая цель — это откладывать, собственно, просто на сберегательный счёт 500 фунтов каждый месяц. Мне кажется, это не такая маленькая сумма, и я хотела бы просто построить себе такую настоящую подушку безопасности. Следующая категория, более многочисленная — это саморазвитие. Так, самое первое — это получить и улучшить навыки в продакт-маркетинге. Это такое направление, которое мне сейчас очень интересно. У меня частично работа с этим связана, но хотелось бы немножко улучшить свои навыки и как-то больше этим заниматься. Прочитать 20 книг за год. Прочитать 2-3 книги о том, как стать более хорошим и успешным начальником на работе, как менеджить людей. В этом году я хочу начать изучать что-то про рестораны и бизнес. Пусть даже это будет совсем немножечко. Пусть даже если я посмотрю там 5 видео и прочитаю одну книжку, это уже будет большим шагом вперёд. Также я хочу улучшить свой акцент. Возможно, стоит позаниматься с носителем языка, который мне скажет, как улучшить свой акцент в английском языке, приобрести такой хороший, приятный британский акцент. И, может быть, даже к концу этого года найти новую работу. Посмотрим. У меня есть ещё цели в плане семьи. Я не буду ими делиться, к сожалению. Это очень такие личные, приватные цели. Но они тоже у меня есть. И последние, последние цели — это покупки. Это самые такие материалистичные цели. Такие, знаете, если что-то не куплю, то я не расстроюсь. То есть, все остальные цели, они немножко более важны. Что я хочу себе купить? Я хочу себе купить вот такую LED-маску для лица, такую специальную световую, и использовать её 3 месяца, посмотреть на результаты. Новый пылесос Dyson, тот, который, знаете, с подсветкой, который подсвечивает всю пыль, потому что наш уже немножечко, батарея у него немножечко подсдохла. Новую такую большую сумку для повседенной жизни, которую можно будет принести и в тренажёрный зал, и на работу. Я смотрю либо на Live It On Never Fall, либо на Гоярд. И вот нужно будет просто посмотреть и решиться, какую я хочу. Хочу себе порадовать и купить себе небольшую ручную кладь, чемоданчик Римова. Стоит огромные деньги, и мне кажется, он, естественно, этого не стоит, но почему-то это хочется. Это такая прям хотелка. Туфли Шанель. Тоже хочу вот с таким вот чёрным носком. Очень хочу их купить, но нужно будет примерить. Может, они мне не подойдут. Также сумка Диор Бобби. Не уверена ещё какого цвета, но мне так нравится эта модель. И ещё одна дурацкая совсем цель, но я бы хотела остановиться в этой Бельмонте ещё раз, потому что мне его там очень и очень понравилось. Но он безумно обычно дорогой, поэтому, возможно, на какой-то свой день рождения или на что-то в таком духе удастся ещё раз остановиться. Ну что, это были все мои цели, кроме личных целей, которыми я, к сожалению, не могу поделиться. На этот код. Буду пытаться достигнуть этих целей. Я надеюсь, что вам было интересно послушать. Я всегда очень люблю... Я всегда люблю слушать видео про цели других людей. Меня это очень даже мотивирует. Если у вас есть какие-то супер-классные цели, которыми вы хотите поделиться, обязательно напишите... Запишите их в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Я читаю все комментарии. Иногда не успеваю отвечать, но я их читаю. И ещё раз спасибо за просмотр этого видео. И увидимся с вами в следующих видео. До новых встреч! Пока-пока!